Ну вот, буквально сутки назад наш президент дал интервью СНН и сказал о том, что Бахмут не должен быть окружен. И что высудят все для того, чтобы этого не случилось, потому что если пропустить русских, то они пойдут дальше. Он прямо начал перечислять, на какие города они могут пойти, и что там около 20 тысяч уже русских потеряли. Ну и Украина готовится к большому наступлению. Поток западного оружия достаточно сейчас плотный, поэтому буквально через несколько недель наступление может начаться. Ну да. Ну что касается Бахмута, смотрите, конечно там виднее командованию, военно-политическому руководству. Они знают то, чего не знаем мы, и знать в принципе не можем. Понимаете? И это может быть связано как с планами контрнаступления для отвлечения сил средств российской армии на Бахмут. Это может быть связано с чем-то известным, что есть в арсенале теперь уже ВСУ, которое может быть использовано, там какие-то средства поступления от западных союзников. Тоже может влиять на решение этого вопроса. Я думаю, что если бы угроза велика была бы, потери обороняющихся, ну замыкания их в кольцо в Бахмуте, наверное бы такого решения, и тем более публично озвученного бы не было. Потому что из Северодонецка войска отводили, из Лисичанска отводили, значит здесь ситуация не такая, что это слишком рискованно оставлять там силы, которые могут оказаться в окружении, что конечно было бы очень плохо. Значит, что-то есть такое, чего нам не сообщат, и смотрите как, при том, что не только там, ну я не военный эксперт, есть другие военные эксперты, которым я, так сказать, мне не доверяю, западные эксперты и в Украине эксперты, они говорят о том, что потери Бахмута все-таки, несмотря даже на то, что говорит президент, это не конец войны, это не какая-то, да, конечно, они могут двинуться на следующие города, и видно, что цель определенно связана с выходом к границам Донецкой области, ну это понятно, они хотят завершить полный контроль, оккупацию Луганской и Донецкой областей. Ну, логика этого политическая есть. Во всяком случае, так им и сделать проще, потому что на Южном управлении попробовали, то, что происходило под Уголедаром, все видели, вот, видимо и на Кременной пока не складывается так уж прямо, тем более, что, знаете, там с Кременной, вот этот Купянск, там же, понимаете, они же это оставили. То есть, ну, их оттуда вышибли. Второй раз брать то, что ты один раз уже оставил, ой-ка, ой, как это плохо. Это очень плохо. То есть, по-моему, очень многим и демонтируционно это сильно. Ну, как же, это же было у нас, это же было у них до начала Харьковской операции в сентябре. И вот я, честно говоря, там, представляете, опять битва за Лиман. Мы же там флаги вешали, там референдумы проходили, или там за Изюм. Вот тут морально тяжелее. А вот как бы подойти к этому, забрав Славянск, Краматовск, логика есть. То есть, у них вот, в их стратегии логика, она есть. Ну, боксинг там, Харьковская область. Но зато у нас будет Донецкая, у нас будет полностью Луганская. И мы можем при любой переговорной позиции наставить на то, что, ну, вот весь Донбасс мы закрыли, и он как бы наш, и давайте геополитические реалии. Я думаю, скорее всего, так. Возможно, как в противопоставлении этой логики как раз действует руководство Украины. То есть, не дать выйти на границу Донецкой области, чтобы не дать вот эту переговорную позицию, а весь Донбасс нас в области полностью и целиком нами контролируется. Наверное, может быть так. Но в любом случае, смотрите, здесь ведь всегда играет значение, а что столько месяцев берут? Столько месяцев и не взяли. Понимаете, ну, так можно охотно предположить, что и в следующие месяцы будет то же самое. Да, будет горячая точка, запеклая, Бахмут, будет Ваи. Ну, что же, хорошо. Может быть, и правильно какие-то соображения, что они потеряли власти. Военные говорят, что готовятся все-таки не к наступлению. Казалужин рассчитывает на три новых армейских корпуса, каждый, который будет человеком, потому что 40% оружия обещанного говорят уже в Украине. Я думаю, так и есть. Плотно идет. Поэтому весна чуть-чуть еще подсохнет, и я думаю, что мы можем ожидать все же наступления, чего и все ждут. Друзья, вы часто говорите о том, что вам нужна независимая журналистика, что вам нужна честная позиция и независимое мнение. Нам это тоже нужно. Нам это также необходимо, как и вам. Подпишитесь на канал «Власть Лащенко», и у нашей команды появится дополнительная возможность делать для вас честное видео, честное интервью и сохранять независимую позицию. Благодарим за каждый голос, за каждый лайк. Ну, хотела у вас спросить. Вот это страшная история, которую обсуждали все в сетях. Вроде бы, по предварительным данным, это Тимофей Шадур, человек, которого расстреляли, который погиб. И зачем оккупанты сливают такие видео? Потому что, с одной стороны, это же вроде бы свидетельство военного преступления, которое, может быть, и будет, конечно, иметь продолжение. Для чего? Это не для внутреннего потребителя, чтобы показать, какие они лихие. Для чего они сливают в сети такие видео? Ну, вот, что касается заканчивая наступление, я думаю, что действительного права здесь имеет значение когда. Ничем? Потому что с чем вроде бы все понятно, да? А вот когда? Ну, когда дождемся. Действительно, там, видимо, весна, о чем все говорят. Вот это приблизительно тогда и будет. Теперь, что касается вот этого чудовищной казни, расстрела украинского патриота, военнослужащего. Лучше подождать с именем, но сейчас мы без относительно этого, да? Пусть установят специальное следствие, которое ведется, оно все выяснит, где, кто, что. Теперь, что касается, как следили. Ну, много версий входит, много обсуждается, дискутируется. Одна из них, то, что мы имеем дело с конченными ублюдками, да? Которые расстреливают, снимают на телефон, выкладывают. Вот, будем исходить из такого триединства. Хотя оно может расщепляться, да? Кто-то погиб, взяли его телефон, о, ха-ха, давай что-нибудь куда-нибудь. Мы перешлем, переслали, а там кто-то поймал по дороге, ну, и так далее. То есть, мы этого не исключаем, потому что, честно говоря, ну, если посмотреть, интернет, это же, в общем, в принципе, как бы, в своей нездоровой части, это же помойка, правильно? Ну, помойка, где каждый может лить все, что ему взбредет. И часто, значит, это является выражением некого психического неустройства, такого психического нездоровья. Поэтому, ну, оставляем какую-то часть на случайность. Это возможно, и, так сказать, что обсуждать. Потому что источник не до конца понят, первый источник, кто это выложил. Вторая версия, ну, она более конспирологическая в том, что, действительно, сама российская власть, российское командование, ну, какие-то особисты выложили это для того, чтобы понизить процент статистики, сдающихся в плен. Ну, и вообще, вот, отказывающихся воевать, ну, наверное, какие-то свои собрали. Я с вами согласен, что, ну, это еще больше дурость. Потому что еще большой вопрос, сможешь ли ты тем самым удержать от сдачи в плен неспособных воевать своих мобилизованных, например, да? А вот все-таки последствия и юридические, это понятно. Будет следствие, будет там в трибунале эти материалы, так далее. Ну, а будут последствия, это и масштабные, и символические, политические, в широком смысле, в большом смысле. Потому что, ну, как. Знаете, вот мы всегда рассуждаем о геройстве как-то отвлеченном. Ну, не может же быть, чтобы человек так не цеплялся за жизнь, вел себя достойно перед смертью. А здесь ничего не надо, понимаете? Это вот явный тому пример, незамутненный, химически чистый, очень для 21 века. Потому что, ну, во время Второй мировой войны такие вещи снимать было бы тяжело. Не было телефонов просто, вот, элементарно, да? Не было интернета, телефонов. Сейчас эти вещи все материализуются, остаются в памяти навсегда, визуализированные. И это создает, ну, смотрите, какой, ну, огромный такой эмоционально-психологический накал, да? И какое-то иное ощущение и так далее. Очень многих. Ну, да, это прямо современный эпос. Кто-то, я вот много читала таких комментарий, что раньше я видел такое только в кино. В кино. Пока в жизни такое возможно. Вот. Ну, имеется в виду такая храбрость, такая смелость. Бесспорно, да. Бесстрашие, абсолютное. Да. И ведь мы предполагаем, что раз это сняли, а значит, сколько безымянных героев просто падает с криками славы Украине, мы их не знаем. То есть, это же тоже одно из таких символических свидетельств, исторических свидетельств того, что, оказывается, украинский-то народ защищает, потому что любит свою родину. Не потому, что его погнали по повестке. Не потому, что, значит, деваться некуда. Не потому, что, значит, а вдруг там зарплату хорошую платят. А, оказывается, есть патриотизм. Вы понимаете? Не за, так сказать, на карточку скинутые, на карточку деньги. А, оказывается, да, вот святые чувства, оказывается, есть. И они вот, вот, пожалуйста, не надо их доказать. И то, что для украинцев это останется навсегда символом, и то, что, конечно, я уверен, назовут улицу, когда выяснят, кто этот герой перезахоронит его с почестями, значит, будут называть улицы, школы, поставят памятники. Это нужно нации для формирования своей идеологии. Она уже есть, но ей нужно подкрепить, что все не зря. Что все жертвы не по пусту. Что суверенитет, не зависит свобода. Они стоят этих жертв.